этот год был очень дождливый осажали картофель вот таким вот образом а уклон земли вот идет в эту сторону и вода дождевая собиралась вот здесь вот вот таким вот образом то есть здесь была вода там 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 везде вода была ходить просто невозможно и росла трава сорняки и картофельная ботва все вместе и по этой воде ходить рвать траву и все сорняки просто невозможно и эти сорняки выросли по полной программе но сейчас конечно дождя нет но земля стала как асфальт вот такая стала и копать эту землю посмотрите картошка вот она картошка тут жена уже собрала картофель но я еще раз пройду и еще раз только же картофель и оттуда вылезет картофель посмотрите собрали пчелка тут летает и сюда вот такой вот картофель крупности вот эту штуковину купил вчера потому что все нам говорят что земля действительно очень и такая вот плотная до того твердая что картофель просто не вырос и из-за дождей тоже не вырос в общем тут все скопом получилось и люди никак не могут наверное картофель оттуда достать потому что лопата обычная она туда не проходит ну и картофель посадили ведро собрали пол ведра нам все это говорили говорили и вот очередь до нас дошла мы стали копать но и лопаты не смогли купили вот такую штуковину это мне жена посоветовал давай купим давай купим она мне уже давно несколько лет говорит покупать я грудан ладно у нас есть акушник акушником хорошо получается но в этом году из-за этой земли акушник тоже просто не берет землю вот такая штуковина ну просто радость и я с удовольствием беру и поднимаю вот эту вот верхушку а там картофель и таким вот образом земля в разные стороны а картофель вот так вот смотрится и сейчас жена сына собирает этот картофель и я сейчас покажу как это все делается это понятно но земля твердая вот представляете земля твердая это кошмары и земля переворачивается вот где-то переворачивается вот такими вот комками вот такими комками хотя здесь есть песок вот видно песок а у кого песка нету это вот беда вообще он земля это кошмары вот вы не поверите это я проходил вот этот рядок за три раза туда сюда и обратно вот я буду заводить и посмотрю как это все будет получаться вот с таким вот с такой штуковины вот такой железкой но она мне до того понравилось и если меня будут говорить вопросы задавать мне будут как у вас картофель я буду говорить ну так же как у вас а как земля я скажу да нормально хорошая земля то есть это на месте здесь кран опять открываю постоянно закрываю и открою потому что самому приходится тоже собирать они не успевает здесь провода раздвинуты на самый последний ручка вот здесь можно конечно еще приподнять и ручку лучше бы было и а и Продолжение следует... Продолжение следует... Прошел вот эту полосу и вот посмотрим, какие комки и как глубоко я туда проник. Продолжение следует... Вот, смотрите, какие комки. А картошка, почему она такая выросла, большая, я вам сейчас расскажу, наверное, кто забыл. Этот год был плохой. Это кому-то покажется, эта картошка мелкая или средняя. В этом году ни у кого такого картофеля нет. А вот у нас этот картофель огромный просто-напросто. Потому что я сажал таким вот образом. Делаю лунку на верхушке, залу, картошку. И беру траву прошлогоднюю, вот так вот. И немножко опять земли. И в этом году очень-очень много выпало с неба дождей. Просто ливень был сутками. И вот эта трава, скорее всего, оказывала какое-то воздействие, что вот эта земля просто вот так вот, она туда не спрессовывалась. Вот эта трава не дала спрессоваться сверху этой земли. И вот такой вот очень хороший урожай в этом году получился. С такой плохой погодой. Вот врать не буду, продолжаю дальше идти. Вот такие комки. Вот они вот, смотрите, какие огромные комки. Вон какая картошка хорошая. Вот смотрите, какие комки. Это ужас. Врать не буду, но это вот на самом деле. Вот смотрите, какой комок. А вот здесь вот две, два клубни картофеля сидит. Жена, конечно, вытаскивать не будет такого комка. Она его просто не подымет. Вот такой комок. Весом, я вам скажу, просто огромный. 32 килограмма. Вот он, вот он какой здоровый. Вот, вот комочки. И так я вот, видите, как прошел. Ну, немножко осталось. Вот я сейчас пройду на той стороне. То есть через ряд буду вот этот. Потом пройду этот. Потом пойду по новой. По новой вон туда. Даже не есть. Сейчас вот поеду. Поеду. То есть трактор едет, а я пешком хожу. Говорю, поеду. Эта вот картошка гнилая. Гнилая. Да, вот этот бачок, видите, какой темный. Тоже картошка гнилая. А почему она гнилая? Потому что в воде была. Пойдет за мотоблоком. Такие комки, это кошмар. И вот я возвращаюсь к мотоблоку и показываю. Резаная попадается по полной программе. Если не глубоко, не глубоко зайдет вот эта картофельная, картофелекопалка не зайдет. Она по картошке. И картошку делает двойную. То есть вместо одной картошки получается две. Это кошмар. Задохнулся. Но с утра это полезно. Дыхалка работает по полной программе. Вон туда перееду. Вон, вон туда перееду. Так. Еще раз. Вот смотрите, сколько картофеля будет. Осторожно. Осторожно. Ведра убираем. Ноги убираем. Вот смотрите, сколько картофеля. Лоберы не хотят убирать. Представляете? Вот их гоняешь постоянно. Ой. 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 Ой.